Сергей Грабский, полковник запаса, участник миротворческих операций в Ираке и Косово, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей, рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, почему президент Зеленский действительно призвал к деоккупации южных регионов? Эти публичные заявления мы слышим впервые, именно в контексте уже каких-то реальных действий. Что это? Расскажите, пожалуйста, и что за этим последует? Ну, вы знаете, южное направление для нас является просто критически важным, и это стратегическая цель освобождения именно южного направления, потому что нужно понимать, если мы даже рассмотрим его по частям, то правый берег Днепра, на котором сейчас находятся российские войска, является таким себе плацдармом, с которого они могут продолжать наступление на Николаев, Одессу и дальше прорываться к Приднестровью и Молдове, как они об этом заявляли неоднократно. Таким образом, освобождение правого берега Днепра означает, что мы ликвидируем стратегическую угрозу Черноморскому побережью Украины и ликвидируем стратегическую угрозу для Молдовы в более широкой перспективе. Если мы говорим об освобождении южных районов и говорим о Северной Таврии, то это Херсонская, Запорожская часть Донецкой области, то мы говорим о том, что таким образом мы ликвидируем так называемый сухопутный коридор в Крым, мы ликвидируем возможность поставок воды в Крым, мы, имея уже современное оружие, ставим фактически под удар позиции российских войск в Крыму, тем самым уменьшая угрозу нанесения ракетных ударов по территории Украины, опять же, с тех объектов, которые находятся в Крыму. Таким образом, в более широкой перспективе эта задача является абсолютно жизненно важной для нас, в том числе даже, я забыл упомянуть, если мы ставим под удар объекты в Крыму, то мы ликвидируем угрозу для судоходства в западной части Черного моря и обеспечиваем транзит грузов из Украины в Средиземное море и далее, далее, далее. Поэтому эта задача просто критически важна для нас. За выполнение этой задачи очень важно, действительно, напоминая о том, что сказал президент Украины Владимир Зеленский, деоккупация юга страны, это чрезвычайная необходимость, но это не будет быстро, сказал президент. В каком временном отрезке вы, как военный человек, можете предположить, возможно, полная деоккупация? В каком виде это должно произойти, от чего это преимущественно зависит? Ну, вы знаете, здесь зависит от многих факторов. Если брать абсолютно военный аспект, понимая ограниченность нашего времени, военный аспект предусматривает наличие сил и средств, которые превышают обороняющуюся группировку противника, наличие средств, которые обеспечивают нам надежное прикрытие с воздуха, а кроме того еще и воздушную поддержку и качественное превышение над противником, а именно наличие таких ударных систем, которые могут минимизировать наши потери в случае проведения таких действий. То есть в очень большой мере это все зависит от поставок того вооружения и боевой техники, которые к нам придут. Это один фактор. Второй фактор – это подготовленный личный состав. То есть за мотивацию нам говорить не приходится. У нас и так достаточно высокая мотивация, но практические навыки нам необходимы. То есть подготовленные подразделения, перемещение их, прикрытие с воздуха. Все это занимает достаточно долгое время. Никто не говорит, что через месяц мы будем готовы сделать это. То есть речь идет о достаточно протяженном периоде времени. Сергей, многие ваши коллеги считают, что основным успехом вооруженных сил Украины последних месяцев является то, что вот эта вторая волна наступления на Донбасс была нашими вооруженными силами разбита на две части. Я имею в виду план Российской Федерации. Сначала Россия боролась за Луганщину очень долго, очень кровопролитно. И, собственно, сейчас мы видим это по паузе, которую делает Кремль, потому что воевать дальше нечем. И сейчас, якобы, для того, чтобы наступать на Донбассину, им нужно начинать все заново. Как вы думаете, сможет ли Россия реально удерживать юг? И какая у них мотивация продолжать это делать? Или они вот дальше переместят все свои силы на восток, чтобы хоть как-то попытаться там закрепить свой успех? С точки зрения перегруппировки и с точки зрения мотивации я уже раскрыл нашу мотивацию. То есть вы понимаете, что противник точно так же осознает важность именно южного направления с точки зрения того, что в случае потери контроля над ситуацией, потери оперативной инициативы и стратегической инициативы, он фактически теряет половину Черного моря. Он фактически вынужден будет отводить флот из портов Крыма в порты Северного Кавказа. Он фактически не сможет влиять на ситуацию и угрожать продовольственным террорам всему миру. Поэтому противник будет принимать достаточно серьезные действия для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. А сможет ли он быстро перебросить войска с Донбасса, ну в этом есть проблемы, потому что Донбасс все-таки является целью, которая была заявлена. И знаете, они становятся заложником своих же собственных деклараций. То есть они должны продолжать эту борьбу, потому что как бы это заявлено, и Путин поставил такую задачу перед войсками. Поэтому они будут пытаться решить эту двуединную задачу, не зная, насколько у них это получится, потому что наше давление на юге все усиливается, а наши позиции на востоке достаточно крепкие на сегодняшний момент для того, чтобы быть более-менее уверенным в том, что мы удержим позиции на востоке. Хотя противник будет предлагать к этому максимум усилий, чтобы начать там наступление. Поэтому будем смотреть, и у нас с этим появляются достаточно высокие шансы, если мы быстро сгруппируемся и нанесем определенные удары в определенном направлении, достичь определенного успеха. Но это опять же не вопрос дней, недель, это вопрос месяцев. Путин недавно сказал, что Россия якобы еще не начинала воевать вовсе, на что Украина ответила точечными попаданиями по складам боеприпасов. Около 30 ударов, если я не ошибаюсь, было по абсолютно всем регионам, в которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы российскими военными. И Алексей Данилов, секретарь РНБО, назвал, так это мы еще не начали. Было такое лаверды. Скажите, пожалуйста, вы увидели за последнюю неделю как раз тот самый перелом в ходе военных действий, который мешает России реализовать ее планы и позволяет нам перейти к контрнаступлению? Я имею в виду в виде этих точечных уничтожений, складов и так далее. Нет, пока еще такого перелома не наступило, и мы должны это четко осознавать, потому что противник сосредоточил просто колоссальные ресурсы для ведения войны против Украины. И разрушение 20, 30, даже 50 складов и других объектов, они еще пока не могут повлиять на ситуацию на линии фронта. Знаете, я иногда привожу такой пример. Мы стоим на перекрестке, увидели, что вдали уже загорелся зеленый свет, но мы пока еще движения не видим. То есть движения еще нет. Примерно такая же ситуация здесь. Противник сам еще не ощущает того, что случилось, не ощущает того, что мы наносим удары именно по оперативным резервам, по оперативным ресурсам. У него начнется понимание того, что случилось через определенное время. Но пока нужно понимать, того количества ударов, которые мы нанесли, еще недостаточно для того, чтобы говорить о переломе в этой войне. Ну и плюс, знаете, все-таки количество здесь определяет качество. Все-таки противник на некоторых направлениях превышает нас в 5-6 раз. Это не везде, это на Востоке. Но, тем не менее, пока он еще достаточно силен, чтобы иметь возможность сманеврировать тем, что он имеет, перераспределить ресурсы и продолжать свои активные действия. То есть наша задача продолжать такие удары для того, чтобы достичь результата. В продолжении вашей этой мысли, чисто такой технический вопрос. Мы видим, как российское руководство относится к своим. Буквально берут количеством и никакой ценности в личном составе и российской армии. Никакой вообще абсолютно нет. Вот живая сила и мясо. С нашей стороны наблюдается в определенном смысле тактика, что сейчас мы западным вооружением, которое очень успешно и удачно освоили, что подтверждают западные страны, которые предоставляют нам это оружие, что мы бьем сейчас по скоплению вооруженной техники российского противника, по боескладам и так далее, нежели по армии самой, то есть по российским оккупантам. Такая тактика оправдана, на ваш взгляд, на сегодняшний день? Да, абсолютно оправданно. Нужно понимать, что попытаться достичь паритета в количестве, например, вооружения и боевой техники с Российской Федерации, это бессмысленная задача, потому что просто такой техники, такого количества техники не существует в природе, которую можно мобилизовать. Поэтому нанесение ударов по ресурсной базе, оно имеет достаточно далекую перспективу и серьезные преимущества в плане того, что десяток орудий, которые не имеют снаряды, они просто не будут стрелять, они превращаются в железный хлам. Десять танков, которые не имеют топлива, не имеют снарядов, точно так же превращаются в железный хлам. То есть, не имея возможности вести боевые действия, количество прекращает быть каким-то важным фактором, и противник вынужден будет или отступать, или бросать это все и сдаваться. Поэтому такая тактика является исключительно важной, и, собственно, она является основой концепции бесконтактной борьбы. Сергей, хотелось бы с вами еще обсудить одну из последних новостей, горячих и важных. Четвертая встреча формата «Рамштайн» состоится 20 июля, стало известно буквально недавно, и она будет происходить в виртуальном формате. Пентагон, отчитываясь в телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова, из этого разговора стало ясно, что Остин и Резников также обсудили повестку для дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, который состоится именно как раз 20 июля. И вот в этом формате на сегодняшний день, вокруг чего должны состояться вот эти вот переговоры министров обороны 40 и более стран, и на чем должна настаивать украинская сторона? Ну, я как бы не имею кристального шара, не могу сказать, о чем будут говорить точно, но исходя из тех задач, которые поставил президент Украины, исходя из проблемы и потребностей вооруженных сил, мы можем предположить, что разговоры будут вестись в первую очередь об интенсификации поставок вооружения и боевой техники, подчеркиваем, именно западного образца, потому что мы достаточно много получаем техники советского образца, но это позволяет нам удерживать баланс сил. То есть для перелома ситуации нам необходимо интенсифицировать поставки современного вооружения, нам необходимо интенсифицировать вопросы подготовки личного состава и создание ремонтной базы и базы технического обслуживания тех образцов вооружений, которые приходят к нам и будут приходить к нам в Украину. Кроме того, я думаю, что будут рассматриваться поставки систем противовоздушной обороны, будут рассматриваться вопросы расширения круга участников «Рамштайн», клуба «Рамштайн» и проведения дальнейших встреч, которые обеспечат поставки нам и вооружения, и боевой техники, чтобы сделать этот процесс непрерывно. Сергей, вы как участник миротворческой миссии в Ираке, в первую очередь, хочется у вас спросить об этой новости, что вы думаете? Иран собирается передать России беспилотники и обучать ее военных. Это означает, что Россия столкнулась с тем, что у нее нет военных союзников? Или здесь, например, Иран играет какую-то другую роль? И вообще, какой потенциал военной помощи от Ирана может получить Россия реально? Потому что государство очень закрытое. Возможно, у вас есть какой-то опыт и понимание в этом вопросе. Да, безусловно. Нужно понимать следующее, что Россия, и мы являемся свидетелями тому, ведет войну в алгоритмах и в матрице, так называемых, второй половины 20 века, что является, в принципе, копией массовой войны и войны типа Второй мировой войны. То есть освоение новых технологий, новых правил ведения боевых действий, это как бы для них пока еще абсолютная новизна, простите за тавтологию. Поэтому они вынуждены в таком отчаянии достаточно обратиться к опыту Ирана, который все-таки на протяжении последних, как минимум, 20 лет воюет в том или ином формате против достаточно развитых и высокоцивилизованных стран, таких как Израиль на Ближнем Востоке. То есть он знаком с применением и новейших систем вооружения Израилем, он борется с ними. Можно сказать, разные степени успешности. И он использует более-менее новые технологии, которые отвечают требованиям такой войны. Поэтому у россиян больше нет выбора, как учиться у иранцев тому, как противостоять именно армии 21 века, которой в большей мере, по сути, является украинской армией на сегодня. Поэтому речь идет и о закупке дронов, потому что Россия не имеет опыта в массовое использовании таких дронов. Да, они запускают Ирланы, но это очень такое малофункциональное вооружение. И подготовки специалистов, потому что, знаете, это уже война совершенно иной философии, поэтому выбора у них нет, обращаются только к Ирану. Сергей, очень важное направление – это север страны и возможное наступление белорусской армии. Ну, естественно, в соучастии, как это они уже делают с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, Белоруссию и Российской Федерации. И вот наблюдаем в последние дни, можете показать карту, значит, в Белоруссии наблюдается достаточно активное действие грузовой военной авиации Российской Федерации на территории Белоруссии, если можете покажите, коллеги, вот эту карту. И тут есть предостережение, что может днями начаться массированный обстрел севера Украины, а именно Волынская область, Ровенская область и Киевское направление. Тут, как вы оцениваете ситуацию? Да, ситуация там постоянно усложняется. И, как я неоднократно говорил, если мы откроем хрестоматию по основам национальной безопасности, мы увидим, что практически все факторы, свидетельствующие о ухудшении ситуации с безопасностью на этом направлении, они там присутствуют. И вдобавок к этому можно добавить, что да, в последнее время Россия начинает переброску своих и сухопутных контингентов в небольших объемах, пока еще в очень небольших объемах. Но самая тревожная авиация на аэродромы Белоруссии, что может свидетельствовать о подготовке таких ударов по северу Украины. Нужно понимать, что Россия все-таки использовала достаточно большое количество крылатых ракет, может перейти к таким пиратским действиям, пытаясь нанести авиации удары по нашей северной артерии. Я имею в виду железнодорожное направление, Ягодин, Ковель, Сарны, Коростынь. И с попытками дестабилизировать ситуацию на том направлении и проводить такие демонстрационно-провокативные действия для того, чтобы привлечь к себе внимание и приковать часть войск Украины туда. Говорить о сухопутных ударах пока преждевременно, потому что я имею в виду перспективу ближайших дней, потому что все-таки войск там еще не настолько достаточно для того, чтобы проводить такие удары. Но угроза именно авиационных ударов постоянно возрастает, и поэтому мы всегда призываем наших граждан именно в тех регионах в последнее время очень внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать их. Потому что нужно понимать еще специфику нанесения этих ударов. Мы имеем достаточно серьезную систему противовоздушной обороны, и все это видят. И эта система позволяет нам отражать удары. Поэтому противник будет наносить бомбовые удары с большого расстояния, не входя в зону поражения ПВО, то есть рассеивание большое, и от этого будут в первую очередь страдать именно мирные люди. Тут ничего общего с военными целями и эффективностью нет, но террористические угрозы от этих ударов достаточно высока. А вот эти маневры происходили, и буквально этими сигналами тревоги кошмарят. Тровинскую, Волынскую, Житомирскую, Киевскую области. И суммы частично, да. И вот, как говорят, взлетает тарелка, вот эта вот российская, самолет А-50. Вот она в пабликах афишируется. Вот он взлетает и вокруг, ну, кружляет, да, вокруг некоторых регионов, приграничащих с украинской границей. Что это за тарелка? Объясните, что это вот за самолет и какие вы его функции? Это самолет, так называемого, дальнего радиолокационного обнаружения, то есть он отслеживает наличие воздушных целей и отслеживает пуски ракет, которые могут быть, то есть его задача разведка и фиксация системы противовоздушной обороны, и наводка, безусловно, фиксация системы и сети аэродромов, взлетов оттуда, интенсивность. То есть это интенсивность полетов, ну, как бы вражеской авиации, в данном случае украинской авиации или авиации, допустим, Польши и Балтийских стран, и союзников по НАТО. То есть он ведет активную разведку именно ситуации, наводку на цели, уточняет позиции и сканирует обстановку. То есть это, скажем так, очень неприятный факт. В подтверждение Ваших слов, Сергей, можно добавить, что Американский институт исследования войны также прогнозирует, что Лукашенко будет активно предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы избежать прямого вторжения войск, но тем не менее показать Путину свою лояльность. Ну, по крайней мере, их такой прогноз. И еще очень короткое сообщение. Лукашенко готовится подписать законопроект, который обяжет всех белорусов выезжать, которые могут быть военно обязанными, не больше, чем на полгода из страны. И то некоторые категории населения должны будут получать личное одобрение у Комитета государственной безопасности, так называемой Республики Беларусь. У меня к Вам вопрос следующий. И трое российских командиров было ликвидировано всего лишь на неделе нашими вооруженными силами, командиров Российской Федерации. Речь идет о заместителе командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, заместителе по тылу командира 106-й дивизии, начальника штаба, заместитель командира 16-й отдельной бригады специального назначения. Все майоры, полковники, люди, которые решают на фронте что-то. У меня к Вам вопрос как к военному. Скажите, ликвидация вот таких командиров на поле боя, она может рано или поздно сказаться на качестве введения боевых действий? Насколько я понимаю, человек, который некачественно отдает приказы, в суматохе боев теряется и не имеет опыта, это должно напрямую сказаться на том, как страна воюет? Да, безусловно. Безусловно, в перспективе это скажется на качестве введения боевых действий, потому что подготовка офицера высшего звена, это достаточно трудоемкий, долговременный процесс, он занимает годы и годы, поэтому ликвидация такого слоя оккупантов, оно безусловно скажется на качестве введения боевых действий, и, безусловно, мы должны следовать и продолжать эту практику нанесения ударов по командным пунктам, ликвидируя именно штабной элемент. Собственно, это является целью наших ударов. Командные пункты, места сосредоточения личного состава и техники и склады с вооружением, боевой техникой, горючим и другими материалами. Спасибо. Сергей Грабский, полковник запаса, участник миротворческих миссий в Ираке и Косово, был на прямой связи с Freedom.